Добрый день! Приветствую всех на канале Счастливый Садовод! Друзья, совсем недавно мы с вами говорили о системе ухода за розами, говорили об обработке роз от болезней от вредителей. Ссылку на это видео я оставлю в описании под видео. И отсылка на это видео появилась в верхнем правом углу. Розы в наших садах активно вегетируют. Мы уже внесли азотные удобрения, а кто-то внес азот уже не один раз. Обращаю ваше внимание, осторожно с азотом, чтобы не получить переизбыток или, как следствие, дефицит бутонов роз. В моем саду кусты роз уже на бутонах. Где-то совсем маленькие, где-то уже размером с небольшую вишню. И я решила снова поговорить о подкормках, потому что от того, как вы на этом этапе позаботитесь о розе, такие и будут у вас цветы. Именно от ухода в данный момент зависит яркость и насыщенность цветом цветка розы и сам размер цветка. На этом этапе розам нужны фосфор и калий. В почве у меня удобрение пролонгированного действия осмокот. Я замульчировала под каждый куст от 20 до 40 грамм указанного удобрения. Все зависит от габаритов куста. Все остальные мои подкормки по листу. Помните, я вам рассказывала, что проведу в этом году эксперимент. Часть сада буду кормить на протяжении всего сезона удобрениями валагра, а именно плантофолом. А вторую часть сада буду кормить удобрением в 5 раз дешевле. Это кристаллон. И мы посмотрим, есть разница или нет. В Беларуси найти плантофол, это итальянское удобрение, очень сложно. И, честно говоря, его стоимость очень кусается. Но я им пользуюсь третий год. И колоссальной разницы между плантофолом и кристаллоном не заметила. Я предположила, что я не очень наблюдательная, и поэтому запустила эксперимент. Он будет долгоиграющим. Мы все будем наблюдать все лето, как розы развиваются, как цветут. А потом посмотрим еще и весной, какие розы лучше перезимовали. Те розы, которые кормили плантофолом или те, которые кормили кристаллоном. Итак, одну часть сада 8 мая я покормила по листу удобрением плантофол с формулой 10-54-10. А вторую часть сада я покормила удобрением кристаллон с формулой 13-40-13. 28 мая покормлю розы удобрением плантофол с формулой 5-15-45 и удобрением кристаллон с формулой 3-11-38. 8. Если у вас нет удобрения Плантофол или Кристаллот, да ничего страшного, есть в каждом магазине прекрасное удобрение по очень привлекательной цене. Монокалий фосфат. Для данного периода, для яркости цвета, размера и красоты цветка розы это идеальное удобрение. 30 грамм на 10 литров воды. Хотите, поливайте под корень, хотите, вносите по листу. Но если вы собираетесь подкормить под корень, вспомните, вы вносили или нет сульфат магния под корень в ближайший месяц. Вспомните, вносили ли вы золу в течение последнего месяца. Если ваш ответ положительный и вы вносили пару недель назад золу или сульфат магния, тогда не вносите под корень монокалий фосфат. Если внести после золы фосфорные удобрения, доступного для растений фосфора станет на порядок меньше. Если внести фосфорно-калийные удобрения после сульфата магния, даже малое количество магния в почве помешает усвоению калия. Если же вы не вносили ни сульфат магния под розы, ни вносили золу, у вас в почве нет удобрений пролонгированного действия, тогда лучше всего монокалий фосфат внести в почву. И результат, поверьте, вас приятно удивит. Если вносили золу или сульфат магния, или удобрения пролонгированного действия, тогда не расстраивайтесь, просто покормите по листу. Поверьте, монокалий фосфат удобрения хорошие, усваивается быстро и розы вам обязательно скажут спасибо. Если вы только собираетесь в магазин, посмотрите любые удобрения с минимальным количеством азота и с высоким процентом фосфора или калия. Фосфор на калийное удобрение нужно внести сейчас, потому что, когда розы уже будут стоять на крупных бутонах, уже будет поздно. Если вы за органическое земледелие, внесите золу. Нет золы, внесите костную муку. Если бы в продаже была хорошая рыбная мука, посоветовала бы ее, но у нас, к сожалению, продается ерунда, а не рыбная мука. Не рискуйте лучше. И если вы любите сброженное зеленое удобрение, то да, пока бутонов нет, используйте это удобрение, оно дает прекрасный результат. Но если ваши розы уже на бутонах, откажитесь от этого удобрения. В нем много азота. Розам азот сейчас не нужен, иначе они будут наращивать зеленую массу в ущерб цветению. Друзья, давайте подведем итоги. Мы сегодня с вами поговорили о подкормках роз перед цветением, поговорили о вариантах удобрений, обратили внимание на особенности использования разных удобрений. Но запомните главное. Увидели бутоны на розе, достаем удобрение с содержанием фосфора и калия. Желаю прекрасного цветения вашему саду, а на сегодня у меня все. До свидания.